полезно ли представлять себя в горящем огне надо проходить мою ступень первые там об этом рассказывать но для вас специально вспомним и так наверное вы помните мою первую ступень я там рассказывал есть книга она называется она называется обращение внука вильзевула там своему внуку как-то так и и написал гурджиев или в четвертом пути это он написал но там есть воспоминания начале книги есть воспоминания и где он пишет что когда я приехал во францию там у меня уже были люди и мы делали первые пьесы то в этот момент я разбился на автомобиле до была такая история он разбился на автомобиле он настолько разбился на автомобиле где он дальнейшем своей дочери писал она по моему дочь звали он писал своей дочери следующие слова на вопрос как ты чувствуешь отец он написал что я себя чувствую как бифштекс который затянут большой корсет и загипсован потому что я лежу на этих белых пола на этих белых на белой постели весь в белом гипсе и чувствую себя очень плохо его состояние не улучшалось но из-за того что гурджиев собирал эзотерические практики эзотерические техники он знал что костная система напрямую связана с огнем огни и он попросил своих учеников разложить огонь и его прямо на коляске выкладывали или под поставляли его в этот огонь вернее подводи подвозили его к этому огню и он на него смотрел и очень быстро восстановился что это за практика необходимо представить будто вы встаете заходите в огонь сгораете остается только костная система она нагревается и вот такой реки и тики чики и пуки не знаю там скелетик обратно входит ваше тело что происходит человек выздоравливает от заболевания порно-двигательной системы костной системы восстанавливается после переломов работает ли это невероятно работает можно ли какие существуют еще обряды с огнем их миллиард их даже не миллионных миллиард вот смотрите у человека есть психические заболевания как правило они все находятся и нервозность особенно страхи особенно беспокойство за будущее особенно там если нет денег это все находится в животе уже сейчас есть даже исследования которые говорят что час нейронов таких же которые находятся в мозге находятся у нас и в пищеварительной системы желудочно-кишечном тракте и они тоже могут реагировать создавать определенные функции и даже чувства и человек может на это реагировать и является фактически тем что может стимулировать появление у человека панических атак или каких-либо состояний которые исключительно связаны с этим животом также паттерны помните висцеральные практики агулова там кого еще вспомню александера который говорил о психофизиологических аллурий который говорил что у человека который очень сильно боли болеет или у которого есть психосоматические заболевания у него есть затвердение живота на цигун знаменитый вспомним там мантык чья книги или сиюминтана но особенно мантык чья цены дзан помните первая вторая часть где он говорил о том что живот становится твердым он говорил о том что существуют определенные точки на которые можно нажимать там выгибать руку и выдувать оттуда жар и он даже устанавливал эти точки говорил стимуляции этих стимуляции этих ну и так далее то есть целый целый пласт вот таких знаний или такой науки может рассказать о том как это все работа так вот существуют определенные методы это методы быстрого дыхания с представлением что в животе у вас горит огонь если быстро дышать и представлять будто в животе горит огонь то панические атаки исчезают а также у человека исчезает еще и избыточный вес улучшается здоровье появляется улучшение там либидо растет у человека появляется желание общаться с кем-либо но здесь в во время данной практике чек дышит выпячивая живут представляю будто там огонь недолго одну до трех минут но окончание должно обязательно быть со звуком хо а также очень хорошо во время того когда вы это делаете произносить на выдохе звук хо это такая вот рекомендация это такая эзотерическая практика она тоже имеет объяснение является закрытой ну теперь вот открытая для вас пользуйтесь